Привет, друзья! Вот орден готовлю. Орден готовлю для размечтался, для наших участников, самых таких активных. Такой орден, видите, это с моей картины, которую я рисовал на холсте, содрали мы теперь, потому что я там доделываю, размечтался, мечтателя своего доделал. Это самая сложная моя картина, это юность, когда я лежал на травке и думал, глядя на облака, как они плывут, главное быстрее вырасти, мир открывается такой большой. Такой орден. Да, каждый получит, кто активно в нашей школе сотрудничает творчески с нами, между собой делится опытами, пишет вопросы, комменты. Да, кто не сотрудничает, постепенно рассеивается, поэтому я больше не призываю вас подписываться там на канал, уже это не нужно, потому что я понял уже, вот эти все просьбы подписаться, там, просьбы делиться в группах, это все бесполезно, это все бесполезно, от человека все зависит. И вот посмотрите, что интересно. Я написал название вот этого видео. На пике страха безмятежность. Вот это, размечтался, безмятежность, умиротворенное состояние, такое прекрасное, когда ты целостен. на пике страха и в глубине расслабления, в релаксации, в таком медитативном состоянии, в нервании, в дзен, в дзен, в фона, в молитвенной благодати, да, на пике страха безмятежность. Но мозг так устроен, нейросети мозга так работают, что когда ты повышаешь, допустим, попал в состояние страха, это же напряжение, это огромный потенциал, который надо правильно использовать для творчества и долголетия. Об этом я уже говорил в прошлом ролике, кто не видел, посмотрите. И вот, дело в том, что когда вот такой страх вдруг, если его усилить, то происходит там внутри нейросетей располовинивание функционального двухполовин мозга. Безмолвы возникают, безмятежность. Да, 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 это очень интересная штука. Да, это очень интересно. Волнообразно же все происходит. И вот я вам что скажу, друзья. Я теперь стал безусловным таким парнем, который в мире делаю сегодня такие вещи новые, которые ни в одной книге, ни в одном контенте, на видео, ни на каком иностранном языке не существует. И поэтому мне нужно сейчас, вот я сейчас издам еще новую книгу, чтобы вы ту книгу взяли, предыдущую, «Комната страха», «Ключ от комнаты страха», «Выйдет страха», посмотрели там приемы, чтобы когда выйдет сейчас скоро новая книга, а там будет уже как использовать энергию страха, стресса в собственных интересах, использовать этот потенциал для творчества и долголетия, чтобы вы уже понимали сразу, о чем идет речь. И самое главное, когда я проводил вот эти вебинары, я часто в бесплатных роликах своих рассказывал о шкале стресса. Ну, здесь 10, это тревожность, страх, это просто, ну, просто плохо, а здесь 0, безмятежность. И вот этот индикатор, когда мы уже потом визуализируем мысленно и рычажок вот этот там виртуально как бы снижаем или повышаем, мы регулируем свое состояние. Это принципы обратных связей. БОС, так называемый, биологическая обратная связь, в науке это известно. Так вот, вопрос заключается в том, что оказывается, не удивляйтесь, как ни странно, все ответы в тебе. Как ни странно. Оказывается, они лежат в твоем мироощущении. Ты родился, ты родился, у тебя есть определенная конструкция генетическая и в твоем мироощущении, как ты реагируешь на что-то, лежит твое мировоззрение, когда оно раскрывается за счет взаимодействия с жизнью, там происходит принцип проб и ошибок, сканирования, моделирования, но очень много там нейролабораторий мозга происходит, я скоро буду говорить о идеальной нейролаборатории для выработки идеальных решений, да, вот увидите, это скоро, скоро, скоро. и вот вопрос заключается в том, о чем я хочу сказать главное, существенное сейчас, что когда человек полагается на свою интуицию, он должен сначала измерить виртуально, на каком сейчас он находится делении, это очень важно, потому что когда ты в каком-то напряжении, волнении, когда у тебя нет баланса, баланса нет, твоя интуиция может тебе отказать, засада, да, ты принял решение интуитивное, ты полагаешься на свое интуитивное, а на самом деле был не в равновесном состоянии, потому что мудрость, ее источник мудрости, равновесии, и вот эта шкала стресса очень большой помощник, это же в голове у нас потом, когда мы несколько раз виртуально так делаем для себя, как мы там рассказывали и на роликах, и на бесплатных любезах, когда в зон заходит ко мне и отвечает на вопросы, я все время это показываю, когда это у нас уже там есть, то когда вы хотите принять какое-то решение, вы измерьте свое напряжение, принимать сейчас решение, или надо его немножко опустить, ну там приемы саморегуляции, принцип подбора путем перебора, сихранизующих действий на простейших, я повторяю то, что школьники наши в школе человек будущего хома футурус давно уже знают, но я сейчас с другой стороны к этому подхожу, я подхожу с той стороны, что все ответы в тебе, в твоем мироощущении, запакованы, я вот смотрю свои старые книжки, слушайте, вот то, что я сегодня говорю, я уже оказывается писал сотни раз, но сам не отдавал себе в этом отчеты, потому что каждый раз, когда я пишу новую книгу, новую книгу, я доосознаю, что я чувствую, свое мироощущение у меня доходит до осознания, для чего, собственно говоря, писания и нужно писателю, чтобы осознать то, что он чувствует мироощущений свое. Так вот, вопрос заключается в том, и это важно, что, оказывается, я это знал, но не отдавал себе отчета, а по мере того, как я смотрю сейчас свои книги, которые каждый раз написаны из года в год, из пяти лет, пять лет, и вот 20 книг с лишним, гораздо больше, конечно, но на разных языках, я смотрю, я, кажется, писал эти вещи, но я не отдавал себе отчета в том, что я это писал уже. Вы понимаете, и вы так же, и вы так же, чем бы вы ни занимались, у вас все эти ответы есть, просто есть это состояние, одно, состояние безмятежности, когда вы начинаете чувствовать себя целостным и мир целостным, потому что вы целостны, безмятежности, вот чем больше я научаюсь вот этой безмятежности через разгрузку, перезагрузку, как использовать силу страха, как своего помощника, как полюбить страх через нулевое состояние, выработать этот навык рефлекторного реагирования на любой стресс и превращать его в достижение для решения других вопросов, любых, как стресс-трамплин. Так я теперь начинаю понимать, что интуиция по существу это твое мироощущение, которое тебя не обманывает, когда ты в равновесии. Вот, пожалуйста. Я не знаю, насколько я понятно сказал, но мне лично было удивительно, когда я какие-то новые тексты пишу, вдруг оказывается давно я их написал, но не там ударение ставил, не на том акцент сделал, поэтому и книги новые появляются, и каждая новая книга открывает больше и больше глаза читателю, потому что то, что тогда я интуитивно чувствовал и как-то неуклюже, может, выразил и не обратил внимания читателя именно на эту фразу, понимаете, как, оказывается у нас у всех это мировоззрение в нашем мироощущении, а мироощущение основа, оказывается, нашей интуиции, внесистемного движения информации. Да, мы поговорим на эту тему еще. Но я так доволен, что я такой умный, и вы такие же умные. Да, измеряйте иногда шкалу по шкале стресса, делайте приемы саморегуляции, и вы заметите, что вы начинаете понимать такие вещи, которые вы и раньше как бы понимали, но теперь вы их как бы поняли. Есть большая разница.